Всем привет! Новую рубрику я бы хотел открыть именно этим проектом. Это искусственный двухмерный мир. Идея в том, чтобы населить его различными существами и посмотреть, смогут ли они создать свою цивилизацию. Но вначале я хочу рассказать о правилах этого мира. Что означают все эти цвета на карте? Голубым показаны озера, зеленые – это растения, желтые – это пустыни, коричневым показана глинистая земля, но черный цвет означает чернозем. Два главных ресурса этого мира – это вода и энергия. Растения могут напрямую взаимодействовать с этими ресурсами, преобразуя солнечную энергию и воду в собственную энергию. Животные будут получать энергию от растений или поедая других животных. На что влияют типы земли? Чернозем повышает влажность ячейки, что способствует росту растений. Песчаная почва понижает влажность, что препятствует росту растений. Глинистая почва ни на что не влияет, но таким образом получается, что она менее привлекательна для растений. Ячейки с водой всегда имеют максимальную влажность. Также каждая ячейка распределяет 75% своей влажности на соседние клетки. Растения могут преобразовать часть своей энергии в воду и передать ее соседним клеткам. Это позволяет растениям передавать воду далеко вперед от озер. Движок проекта позволяет нам посмотреть распределение влажности на карте. Здесь хорошо видно, что в районе озер высокий уровень влажности, а там, где пустыни, влажность очень низкая. Еще в этом мире присутствует смена времен года. Летом уровень влажности снижается, а растения получают больше энергии. Зимой же все наоборот. Давайте посмотрим, как это влияет на растения. Кружок в правом верхнем углу обозначает время года. Синяя – это зима, красная – это лето. Летом растительность разрастается. Ну а зимой почти полностью исчезает. Мы можем посмотреть, как распределяется энергия среди растений. И как уровень энергии будет зависеть от времени года. Зимой энергия буквально тает на глазах. А ближе к лету энергия активно растет. Это позволяет растениям активно разрастаться. В следующем видео будем населять этот мир животными. На сегодня все. Ну а впереди у нас еще много всего интересного. До встречи. Продолжение следует...